Сегодня хочу с вами немножко пошуршать своими семенами порядок, вот привожу, потому что все лето, как говорится, покупала, что-то использовала на огороде, и все это складывалось, 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 потому что разбираться некогда было летом, а сейчас руки дошли, вот буду разбираться, какие семена купила, каких нету, что сажала, что не буду сажать, ну и соответственно все остальное. Но прежде чем разбирать семена, хочу сделать себе новую коробку, у меня, как вы помните, у меня в таких коробочках семена, но здесь не очень удобно, из-за чего, видите, они некоторые большие, когда складываешь, оно как бы загибается, не очень удобно. Коробочки, может быть, конечно, буду использовать под семена, ну допустим, под свои семена, которые буду перебирать и складывать в пакетики. А покупные, вот хочу сделать коробочку, тем более она и пообъемнее будет, но решила сделать и старые коробки из-под обуви, используя обычную картонку. Ну что, импровизированную, как говорится, коробку для семян себе сделала. Ну, конечно, не очень аккуратно, не очень красиво, но это чисто так для себя я делаю. Можно теперь разложить семена уже, как говорится, по категориям, если вот морковь, да, я кладу сюда морковочка, капуста, я уже вижу, что у меня есть. То есть, соответственно, цветочки однолетние, допустим, я вот сюда вот и буду складывать, пасточку сюда, вот смотрите, какие красивые. В этом году, кстати, я решила посадить астры. Давно не сажала, потому что как-то все откладывала, откладывала. Одно время они мне нравились, потом перестали нравиться. Сюда, допустим, дыньки положим и вот распределяем. А в этом году, прям не знаю, какая-то любовь к астрам проявилась. Вот хочу много-много разных астр посадить. Сейчас у меня будет видно, где у меня что и ориентироваться, исходя из этого буду. А то я уже, знаете, хочу опять покупать семена, а потом думаю, да, может, у меня уже есть, может, хватит. Вот арбузик вот сюда вот поставим. Я сейчас разложу все пока, а потом уже ассортирую по сортам и так далее, и уже буду, исходя из этого, смотреть, что мне нужно, что мне не нужно. А все лето, покупая семена, а я покупала все лето, прям вот зайду где-то, увижу, раз купила, раз купила. Надо уже как-то вот это все распределить красиво, чтобы было понятно. Понравились в этом году цинии. Запали прям в душу цинии, потому что, вы понимаете, вот они настолько оказываются красивые. И я вот как-то некоторые цветы, ну, первый раз высаживала. Не то, что первый раз, когда-то раньше высаживала, потом как-то прошел интерес, потом вот опять захотелось. Меняется вкус со временем на некоторые растения. Сначала ты одну попробую. Я вот, кстати, очень полюбила брюкла. Обалденно вкусная. Вы знаете, ее вот просто кушать даже приятно. Она похожа на репу по вкусу. Сочная. Из брюквы, кстати, очень вкусно получается начинка. Ее можно потушить. Я вот в этом году была поражена. Оказывается, из нее очень вкусные пироги пекут, добавляющие поджарку из лука. Такая вкуснятина. У меня в этом году очень хорошая брюкла выросла. Ну, правда, крупноватая. Я вот сейчас думаю, надо как-то сделать, мне пореже сажать, что ли. Но она единственная, почему у меня крупная, потому что, когда я высаживала рассаду, очень сильно пострадала от мороза. Рассада попала под мороз. Я только высадила на следующую ночь в мороз. Представляете, даже не знала, что будет мороз. Побила и плюс мошка поела чуть-чуть. И поэтому брюква как бы редко получилась. И получилась крупная, но вкусная. И в этом году обязательно буду сажать опять брюкву. И взяла несколько сортов. Вот лук. Лук я всегда сажаю свой чернушка. В этом году у меня чернушка не очень хорошая созрела. Год на год не попадается. И я как бы, чтобы не остаться без лука, купила чернушку, буду сеять. А в этом году еще плюс чернушку сажала свою. И вы представляете, вообще плохо взошла. Я не знаю, какой-то был тяжелый год такой на схожесть. И поэтому, естественно, приходится подкупать семена. Вот это у меня с прошлого лука мой порей, который вырастила я в этом году. Вчера муж спрашивает, мы увидели порей. Он вот такой вот длинный, ну прям очень большой. А у меня не очень длинный, но толстоватый. Я говорю, так понимаешь, это они разные сорта. Все зависит от черности. Вот допустим, веста, она удлиненная, кстати. Но она тоненькая. Если взять, допустим, слон, сорт, да, он толстый и небольшой. Тут все зависит от сортности. Я мужу объясняю. Да, я думала, он видит, ну вот просто такой это, толстый, но маленький. Это я в том году покупала семена. Они не использовались. Я их не сажала. Видите, даже не открытые. Я их не успела посадить, потому что они высаживаются в марте. А семена пришли в апреле. Поэтому как бы я их оставила на этот год. Мы на следующий год посажим. Кобея. Я тоже купила лиану. Думаю, красиво сделать у нас место есть хорошее. Кстати, свеколка у нас. В этом году свои семена хотела бы вырастить. Одни вроде неплохие. Не знаю, на схожесть как будут. Один сорт вышел. А второй сорт вообще никакой. Прям вот разветлился, разветлился. Огромный был. А что-то никаких семян. Не знаю, что-то не понравилось. Вот, кстати, египетская плоская. Обалденно хорошая свекла. Ну, просто шикарная свекла. Мне кажется, вот такие вот виды свекол. Такие небольшие, плосковидные. Они очень сочные и вкусные. Кольчики. Цветов, кстати, у меня очень много. Поэтому мне все время хочется новых цветов. Но мне, по-моему, уже достаточно. Вот смотрите, какая красивая рудбеки. Вообще шикарная. Хоть и однолетник она, но шикарная. Дельфиниум. Посмотрите, какой шикарный. Так, томаты мы, наверное, вот сюда сделаем. Сюда вот я делаю травки. Базилик. На тот год у меня семян достаточно. Что-то я покупала в этом году. Что-то у меня с прошлого еще года осталось. Подкупаю. Конечно, мне хочется свои семена вырастить. Но вот как-то вот не получается все-таки. Нет, у меня очень много. Тут целая коробка своих семян собранная. Там помидоры, перец. Такие вот семена. А вот из овощей. Как бы сажаю. В этом году очень много семенников посадила под зиму. Посадила лук-порей под зиму, морковку под зиму, репу, речку. Много брюквы посадила под зиму, свеклу. Но не знаю, перезимуют они или нет. Буду еще и весной сажать. Если плохо перезимуют, еще весной обязательно еще дополнительно посажу. Чтобы были свои семена. Чтобы не покупать семена. Потому что семена слишком дорогие. И в последнее время вообще стали очень дорогие. Тоже вот с прошлого года не сажала. Потому что такой цветок капризный. Ну как сказать. Он не то, что капризный. Он многолетник. Ему надо, во-первых, место найти. И он сажается в марте. Я на рассаду и думаю, подожду. У меня есть альпийская горка. Думаю, я лучше на следующий год посажу. Не буду торопиться. Это вот у меня тоже прошлогодние семена щавель. Тут я покупала. Частично посадила. У меня взошел там на огороде. Но не все высаживала. Что-то посадила, что-то нет. Репа Петровская. Кстати, репа вообще, конечно, проблемы у всех. Знаете, какие? Вот она вот красивая. Здесь на рисуночке. Вообще шикарная. Но она растет очень крупная. Не знаю, может у меня только вот такая вот красавица, конечно, не вырастает. Вырастает в основном крупная. Но в этом году я поняла одно. Потому что репа, редька, редиска, брюква. Все вот эти вот растения, которые относятся к крестоцветным, ну это вот прям объедение для бложки. Шикарное для нее, когда посадишь это все, оно всходит и бложка тут просто начинает все съедать. И начинается такая проблема у нас. Потому что она просто такими стаями налетает. А у нас еще огород находится на территории у леса. Лук рядом. Как бы все в траве. А если в траве есть какие-то крестоцветные, то без бложки просто не обойтись. Что я в этом году сделала? Я решила сажать все через рассаду. Рассада, во-первых, окрепшая. Ее не так... Возможность есть быстро. И есть возможность ее обрабатывать. И действительно через рассаду получаются шикарные растения. Поэтому я вот в следующем году все буду через рассаду это сажать. Вот у нас томатики клуша, кстати, я купила в этом году. Думаю, попробую. Он идет в небольшой томат. И не надо посынковать. Вот красносельская брюква. Принц в Ругизе. Какой красивый томат вообще шикарный. Это вот идет он как черрики примерно. Смотрите, какой он прям... Мне такое ощущение, что он очень вкусный. И всего 105 дней в теплице выращивать хорошо его. Итальянский сот, кстати. Прям-то хочется аж вкусно на этой зике. Перец. Смотрите. Перчик прикупила. Но перчик у меня... Дело в том, что свой я собрала семена, но хочется разнообразить. Кстати, вот в этом году сажала на Сурцию. Вот мы снимали даже такое шикарное растение, оказывается. И еще самое интересное, он даже морозов не боится. Он долго зеленое, и все в желтых цветах. Шикарное растение для той же самой веранды, арочки или еще что-то. Она плетущаяся. Вообще красота неописуемая. Очень понравилась. Львиный зевчик. Вообще люблю тоже его. Смотрите, какая космея красивая. Сама по себе космея просто простая такая. Вот прям вообще шикарная. Вот такие у меня георгенчики куплены. Рудбейки. И берез. Алису. Кстати, партнер дорогие семена. Ну вот я, видите, раскошелилась, решила купить. Но он просто шикарный. Надеюсь, что он такой же будет. Хотелось бы, конечно. Тут смесь у меня куплена. Не одна, видите, тени выносливые. И последний момент неприхотливый. Это, наверное, который под осень цветут. Люблю кермет, потому что его еще и плюс на зиму можно сухоцветом посадить. Децентра. Мордовик. Смотрите, какой классный, да, мордовик. Ну и питунки, само собой. Куда мы без них. Хотя вот цветок не мой самый любимый. Вот вообще. Ну вот как-то вот в этот раз я его начинаю больше любить. Как и Аустому. Тоже не очень любимая, но все-таки я начинаю любить. Как Юля говорит, скоро вам высаживайте Аустому. Вот у нас тоже семена. Это, кстати, здесь у меня семена, которые я прикупала. И в том числе, которые я в этом году высаживала. Все сюда складывала. Кто-то скажет, ну вообще кошмар, сколько у вас семян. Ну я, да, я любитель семян. Я что-то высаживаю, что-то нет. Подбираю себе. И я вот если, допустим, лук покупаю, я покупаю несколько пачек разных сортов. Прям беру и один сорт на несколько пачек. Конечно, не все удается вырастить. Не все бывает таким шикарным, как оно вот есть, да. Ну, что сделаешь? Бывает. Природа нас немножко еще вот обижает, конечно. Вот это вот обидно. Потому что выращиваешь, выращиваешь. Вот мы в этом году. Такие шикарные были помидоры. За них так радовалось. Такие хорошие помидоры. Высадила. И они у меня, понимаете, начали болеть. Когда мы высадили, то у нас мороз, то у нас жара. Не одно, так другое. Мы высадили. Мы высадили. И вы понимаете, жара и жара. И они никак прижиться-то не могут. Отойти. Короче, они начали у меня немножко болеть. Потом вроде стали отходить. Я их лечила, подкармливала. Когда они уже начали отходить, зацвели, все. Уже время-то подходит к концу. И начало августа у нас стукают морозы. Я вру. Я соврала вам. Не морозы были у нас, а туманы. Лег первый туман в начале августа. Представляете, все. И сразу же фитофтора. Тут же фитофтора обеспечены мы были сразу же. И фитофтора убила весь мой урожай помидор. Был у нас небольшой урожай, но очень мало. Хоть мы и сделали и хренадеру. Но все-таки это недостаточно было, как хотелось бы. Это я вот уже в этом году прикупала семена. Почему? Потому что думаю, что у меня уже весны. Не надо было думать. Я, знаете, в разных местах покупала. Где-то одно что-то увидела, где-то другое. Главное, еще и цены разные. Смотрите, это все лук. Все просто один лук. Поэтому удивляться, что у меня так много пакетиков не надо. Потому что, допустим, местный лук там очень много. А вот здесь вот уже семена тут надо разбирать. Тут есть пустые у меня. Какие-то я сажала, какие-то нет. Патиссончики, кабачки. Это все мы вот в этом году. Кстати, классная штучка у нас в этом году. Они небольшие, такие шикарненькие, классненькие. И они как декоративные. В этом году я сажала. Вот люфа. Посадила я ее. Ну и что? Ничего у меня не было. Одна трава. Естественно, что-то вот радовало, что-то не радовало. Вообще никак. Кстати, вот это вкусно очень был. Ананасный. Я и с ним сделала ананасы на зиму. Вот это пустая. Смотрите, уже на выброс. Стофунтовая тыква. Ну, вообще не стофунтовая она, конечно, сама по себе получилась. Но все-таки тоже вот не выросла. Что из нее? Вот оставлю, оставлю, конечно. Но что делать? Тыква, кстати, у нас хорошая в этом году. В этом году у нас и пектинка была неплохая. Но мало. Потому что погибло у нас очень много рассады. Завернулись очень хорошие эти качанчики. Я родственнице давала. У нее так вообще шикарно. У меня там немножко было, а у нее прям вообще шикарно. Пектинка была. Прям порадовала. Но обидно то, что побила вот морозом. Вот у меня, видите, кабачки какие-то. Разные эти сортов, ранние сорта. Кстати, в этом кабачке у нас вообще и в погребе, и здесь кабачки, и там кабачки. По сей день еще. Мы едим. Вот я буквально на днях жарила кабачки. Такие вкусные все-таки. Они даже не вот уже полежали. Но это маленький, который огурец. Змеи все его любят. Но у меня тут два семечка осталось. На следующий год посажу. Больше никогда сажать не буду. Не понравился он мне. Вот вообще никак не понравился. Невкусный, ничего. Это у нас бакопа. Кстати, бакопа семена очень дорогие. Очень дорогие. Я поняла одно. Проще купить просто лишь обычные готовые рассады. Сухожесть плохая. Возьми много. И поэтому проще купить рассаду. Поэтому я уже залеклась. Думаю, не буду больше брать. Лучше я куплю рассаду. Рассаду ее продают всегда. Вот этот кабачок грушевидный. Классный. Очень вкусный. Понравился. Розовый банан, кстати, тоже хороший, вкусный. На дыньку очень похож. Но вот у меня нету больше. Хороший вырос. Свои семена соберу. Кстати, не у всех тыкв. Семена созрели внутри. Вот такая вот тыква у меня тоже была. У нее семена вообще не созрели. Она классная, она длинная. В ней семена прямо в конце попадаются, только чуть-чуть. Вся она бессемянная. Колобок, кстати, хороший. Этот тыква. Понравился. Она небольшая. Такая аккуратненькая. Я вообще поняла одна. Если сажать тыкву, кто-то там гиганты выращивает. Аж страшно смотреть на этих гигантов. Так я лучше вам скажу. Не нужны эти гиганты. Вот не нужны. Потому что тыкву вы взяли небольшую и использовали сразу. Вот куда ее, эту гиганту? Она лежать долго не будет. Она будет портиться. Ее надо сразу использовать. Если у кого-то есть животные, одно дело. А так, я думаю, никаких гигантов я покупать не буду. Мельче, лучше. Вот нету все. Ну, хороший, кстати, желанный был у меня перчик. Он и семена я собрала. Агаповский тоже собрала семена. Очень хороший перчик. Можно эти кеточки не выкидывать. Знаете почему? Потому что можно в них положить семена. Сюда прям. Они у меня подписаны. Я вот сюда вот сейчас себе сложу. Баклажанами я закончила. Можешь сказать, больше не сажаем. Мы никак-то к баклажанам очень равнодушны. У меня вот были сделаны баклажаны с овощами еще в прошлом году. Я в этот раз доставала консервы, разогревала на сковородке. Мы как-то поели, но не особо с какой-то охоткой. Муж говорит, больше не сажай. Что-то они мне не очень. Я говорю, ну мне тоже как бы не зашли. И поэтому мы решили больше баклажаны не сажать. А еще с ними была проблема, то что их прям поражает очень сильно всякая неприятность. Ну я имею в виду в виде вредителей. И поэтому что-то возиться с ними туда-сюда неохота. И поэтому баклажанки больше я не сажаю. Ну не наш этот овощ. Зачем, как говорится, его выращивать. Упаковочка это для микрозелени семена. Буду сажать. Сейчас уже время подходит. Буду готовить парнички для микрозелени. У меня много разных семян. Кстати, их покупаешь, их надолго очень хватает. Вот здесь, смотрите, разнообразие семян специальной микрозелени. Это вот я в этом году что-то сажала, что-то нет. Вот корневой сельдерей. В этом году я посадила. Очень много собрала сельдерей. Но не понравился мне. Такой плохой корень. Вы знаете, у некоторых неплохой и хороший корешочки. А у некоторых вот просто одна мухра висит и всё. И что-то я подумала, зачем я с ним вожусь. Не буду я его больше сажать. Лучше петрушку я посажу, потому что петрушку мы больше любим. Ну помидорки, которые в этом году я не сажала. Но семена у меня их есть. Волгоградский скороспелый, яблоньки России, ракета, розовый агат, томат сибирский скороспелый, санька. Кстати, многим любимый. А, Дебрау я, кстати, сажала в этом году. А, это вот я покупала набор семян, если я не ошибаюсь, в маяке. Кстати, и даже не открывала. Это я, наверное, по весне покупала. Ну, ничего страшного, не до 27-го года в этом году посажу. Вот у меня есть черешковый сельдерей. Вот, возможно, его посажу. И то, немножечко для того, чтобы поесть летом. Потому что мы к сельдерею особо неохотливые. Редиска у меня в большом количестве. Я её сажаю уже несколько лет. Она у меня тут куплена давненько. Поэтому с редиской у меня всё тут достаточно хорошо. Заметьте, можно открывать магазин семян. Вот эти семена у меня куплены очень давно. Я не сажаю гибриды. Поэтому они у меня лежат очень давно. Они, вот смотрите, 18-й год. И семена уже старые. Ну, огурцы, кстати, чем старее, тем лучше. Но это для сортовых семян. А это гибриды. Не смотрите, что мне такие руки всё в клею. Поэтому, скорее всего, в этом году я их все буду высаживать. Потому что они в основном не сходят. Что не взойдёт, значит, не взошло. Чтобы не жалко было, как говорится, выкинуть. Для теплицы высажу. Потому что их очень много у меня здесь. Видите? Я их покупала на распродаже. Очень давно. И они вот просто лежат. Все с 18-го года. Здесь вот у меня томаты тоже очень старые семена. Любаша. Есть она. Она мне не очень понравилась. 18-й год тоже. Дебрау я люблю. Хорошие, очень хорошие помидорчики. Сочные, вкусные. 19-й яблонь карасей. Тоже буду в этом году всё высаживать. Что взойдёт, значит, будет расти. Если не взойдёт, значит, не взошло. Поэтому всё будет на посев. Сити. Дамские пальчики. Это до 28-го года. Вот что-то покупаешь. Вроде бы нравится. Потом смотришь. Ага, не очень. И лежат. Какие-то даже не пробовала вам. Вот, кстати, алтайский шедевр хороший. Томат. Я в этом году сажала. У него другой пакетик. Это у меня свеженький. Видите, они 24-го года заканчиваются. Вот надо было. А может, тут тоже старый был. Вот эти вот. Титаник F1. Я вот не стала. Не знаю, куда он. Мне, по-моему, его подарили, когда присылали. Распачи хорошие. Это уральский дачник. Я покупала. Мне не очень понравились их семена. Плохая сложность у них. Если честно сказать. У меня была плохая схожесть. Я не знаю, как и кого. Очень красивое растение. Я не рискнула его сажать. Потому что оно высаживает. Смотрите. Аж получается в сентябре. Под зиму, что ли. В сентябре высаживаю. Высадка рассады в грунт аж в мае. Получается, его надо было сейчас посадить. О, экзотическое растение. Надо с ним будет разобраться. Потому что, если уже надо было посадить рассаду, то уже посадить. Что-то я как-то пропустила. Здесь у меня семена, которые я в этом году высаживала. Физалис. Тоже, кстати, по физалису. Но сколько я не пытаюсь снимать с этим физалисом. Помучилась уже один год. Но растет он вот огромными-огромными кустами. Никак он не хочет. Его надо на бедную почву сажать. Мне такое ощущение, чтобы он хоть немножечко, как бы не сильно разрастался в размерах. Он такой крупный, разрастается на жирной почве, что невозможно. Одна трава. Вот опять нарываюсь на него. Уже были у меня проблемы. Не буду я его сажать. И еще посадила туда, где у меня розы. Кстати, вот лебеда классная вещь. Семена у меня есть. Я свои соберу. Надо оставить бумажечку. Вкусное, классное, красивое, декоративное растение. Я одна поняла, что если вы хотите красивые цветы бархатцев, сажать их только на солнышко. Вот если они где-то в тенечке, они не очень смотрятся. У них цвет небогатый тогда. Это у нас все пустые. Рыжик классный был сафлором. У меня семена собраны. Интересно, декоративно это пока осталось. Макроценик святая. Это все похожие пустые семена. Что к розу я в этом году высадила. Она у меня на следующий год зацветет. Дихондра у меня и до сих пор растет. Вы знали, что дихондра это вообще не вьющееся растение, а почвопокровное. Мыло вот, как говорится, как вьющееся, да, такое, ампельное сажаем. Не вьющееся, а ампельное. А оно оказывается почвопокровное. У меня очень хорошие были, кстати, фиалочки. Очень много семян собрала, поэтому можно этикеточки оставить. Лозы грибенчатой нету, а вот обычная такая мительчатая есть. Эвкалипти, это я оставлю, это домашний. Он у меня дома растет, кстати, шикарный вырос. Обалденный запах. Вы просто вот так вот его потрогаете, у вас руки пахнут, все пахнет. В комнате, где находится растение, не залетают мухи, комары и москиты. Обладает бактерицидными свойствами. Ну, кстати, он очень шикарный. Вот это я оставлю, чтобы не видеть. Так, гехеру у меня очень много рассладила в этом году. Тоже оставлю, чтобы не знать. Гербера. Я их обрезала. Они у меня зацветать начали. Ну, и чтобы занести домой, я их обрезала. Все, они нормальные. Оставила в этом, в теплице. И забыла про них. Похожих морозом побила. Не знаю. Занесу, посмотрю, короче. Вот. Артишок у меня дома, ой, на даче посажены. На зиму мы укрыли. Львиный зёв у меня, кстати, семена собраны. Орегано у меня посажен. Один кустик только выжил. Более-менее в хорошем состоянии. Ну, не знаю, что выживет, не выживет дальше. Вот мята была классная. Очень красивая, шикарная. Ну, то ли я её залила, то ли не дооборот не долила. Она у меня что-то как будто погибла. Ну, кто знает. Может, отойдёт. Ой, обожаю вот эту вот гипсофилу. Теклеома. Сажайте. Красивое растение. Но оно высокое, кустистое. Как бы такое объёмное, но классное. Вот, у меня его по-моему семена остались. Надо уж на огороде, что ли, высадить. Ну, и на огороде, кстати, тоже он есть. Ну, ладно, семена есть. Что теперь? Дихондра. Вот зелёная почему-то плохая была, дихондра. Ну, есть она у меня, кстати, ещё сейчас дома растёт. Одно семечко есть. Что-то не очень хорошее. Вот, кстати, лабурярия была классная. Тут немножко ещё семян осталось. Я на следующий год посажу. Хорошие были по щёчьему велению огурчики. Их сажать очень хорошо, кстати, на подоконнике, по-моему. Он даже выращивается. Можно под зиму посадить. Цитрун-трава. Я её посадила. У меня очень хорошо она выросла на следующий год. Надеюсь, перезимует и будет радовать. Тут ещё даже семена есть. Лемонграсс также. Травка такая ароматная. Цитрусовая. Тоже я вырастила. Она очень хорошая у меня. Не знаю, как перезимует. Вот всё, надеюсь, как зимовка пройдёт. Амарант вот этот вот у меня очень хороший был. Кустик. Ну, так я не увидела вот этой красоты. Почему-то. А салат у меня, кстати, ещё до сих пор в теплице. Ну, вот буквально вчера заносила, что едим салат. Представляете, ноябрь месяцем мы салат едим. Вот тоже классная вещь. Красное перо. Красивое, красивое, очень декоративное растение. Бегония альпельная стоит у меня. Она у меня так хорошо начала цвести. И вдруг холода. Пришлось занести. О, что-то есть. Домой занесла и цвет отпал. Меняется атмосфера и всё. И, ну, она зелёгенькая стоит. Может, ещё зацветёт, конечно. Вот эту вот виолку так я и не увидела. Она у меня не зашла. Я её посеяла. Вот тут ещё три семечка есть. Может, в этом году что-то взойдёт. Может, такие семена были. Ну, а так виолки, конечно, меня очень радовали. Шикарные у меня были виолы, красивые. Бальзамины не покупаю уже давно. Они у меня вообще бальзамины, базилики. Я их уже давно не покупаю, потому что они у меня, вот эти семена, давно. Его же много не надо. Он быстро, густой такой. Кстати, очень красивый табак, ароматный. Но ему надо много места табаком. Это в огороде сажать. Я вообще огурцы уже давно, если честно, не покупаю. Может быть, немножко покупала вот в своих любимчиках. Ну, а так пользуюсь тем, что у меня уже было. Кабачок-запеканка. Шикарный. Он у меня, вон, полно его и сейчас. Его прям вот... Я ни разу больше кабачков и сажать не надо. Его один посадишь, и у тебя будет полно кабачков. Семена тоже купленные, сложенные у. Это мы с тобой, помнишь, по оценке покупали. Большой скидкой-то помидоры, перцы, цветульки. Тут у нас очень много этой, густома. Вот она. Будем с тобой сажать. Просто нужно открывать магазин и продавать. Сколько денег трачу я на семена? Ну, я очень люблю. Я потому что что-то мне нравится, я беру, а когда начинаю высаживать, я выбираю. Я выбираю и думаю, ага, вот это я в этом году посажу, а это я не буду. Ну, сначала хочется, а потом передумываешь как-то. Поэтому, естественно, накапливаются семена, что-то откладывается, что-то оставляется, что-то, как говорится. А потом что-то не очень понравилось, семена остались. И так вот накапливаются. Новые покупаются. А ещё так нас соблазняют тем, что сейчас очень много семян различных новых. И начинаешь кидаться. Ой, и это хочу, и это нравится, и то, и всё. А потом понимаешь, ага, что-то хочется сожрать, а что-то не очень. Свои семена. Здесь уже у меня тоже свои семена. Здесь вот просто этикетки от семян. Это мы оставляли различные картинки от растений, которые выращиваем. Смотреть, что у нас выросло, что не выросло. Помните, раньше собирали открытки со всякими картинками. Я сейчас от семян собираю. Ну, кстати, крокусы у меня есть, мускалики эти растут, пушкиния это растёт, нарциссы у меня есть эти, тоже есть. Пион, кстати, не знаю, когда он будет, потому что по полуфикс-пайсу там колешочек маленький, когда он вырастет, это сложно сказать. Вот этих вот бегоний уже давно нету. Они были очень шикарны. Помнишь, Юль, какие они красивые были? Но они луковичные, долго не живут, и поэтому их уже нету. Хосты у меня все эти есть. Вот этот прекрасный цветок есть. Гладиолусы тоже есть. В этом году у меня очень плохо. Почему-то цвели гладиолусы. Вот эта вот прелесть тоже есть. Где-то они тоже у меня есть, всходят. А вот фрезия у меня почему-то погибла. Гладиолусы оставим. Бегонии вот эти классные были шикарные, да? На гвоздики похожи, очень шикарные. Но их нет уже давно, потому что погибают луковичные. Они почему-то вот на второй год, но, скорее всего, нам голландские присылают, которые уже использованы они. Тюльпанчики сохраняю, потому что некоторые у меня тюльпаны есть. Вот видите, он один и тот же тюльпан надо одну убрать. Тюльпанчики, они, кстати, у меня есть разные. Надо будет по весне все это прошунтировать, посмотреть. Это я в этом году, кстати, сажала. Что у меня есть, чего нет, надо будет посмотреть. А стильба у меня растет. Вот минусинские у меня. В малинке покупала семена. Очень вкусные помидорчики. Вот эти у меня есть минусинский перчик. Розовый банан тоже у меня есть. Уже тут эти не использую, я так выкину. Лунария. Прекрасное растение. У меня семена полно. Можно оставить. Это у нас пушкиния. Кстати, она тоже очень красивая. Растение. Мускалики. Так, тут у нас что? А, это гладиолсы у нас здесь. Вот плактидон у меня, кстати, вот этот погиб. Можно его убрать. Астру эту я куда-то пересадила. Мне кажется, она у меня тут есть. Она у меня просто в этом году не цвела. Но она была, я ее видела. Оставлю. Вот гладиолус, вот этот я, по-моему, потеряла. Я его не помню. Флосик есть. Вот этот тоже плактидон погиб. Я его не вижу. И этот не вижу. А недавно, это я давно сажала. А здесь у нас идут лилии. Лилии у нас есть. Остильба есть. Лилии есть. Ряпчики есть. Почему-то у меня в этом году ряпчики не цвели. Этому уберем. Тюльпанчик этот есть. Гиацинты у меня в том году погибли. Не то, что погибли. Они почему-то замерли. Я в этом году копаю и попадаю на гиацинты, на луковицы. Они целы, без пророщивания, без... Я даже удивилась. Они как мертвые. Как будто спят. Уж в этом году проснутся. Ягодки я оставляю. Это мои аморилисы. Они все у меня есть. Кава у меня есть. Аморилисы все живые. Ягодники все живые. Это живое, это все живое. Это мы все оставляем. Что-то на огороде растет, что-то здесь. Что-то уже цветет, а что-то еще молодое. Поэтому еще мы не увидели от него радости той, как говорится. Ирис вот этот у меня высажен. Классный рис. Мне очень нравится. Вот маленькие рисы мне нравятся. А большие почему-то розы наши. Это наша шикарная роза, которую мы очень любим. Черноплодная рябина Ирина. Она никак не хочет нас цвести. Я ее буду пересаживать. Икси есть. Еще в следующем году, как говорится, после всего, что отцветет, будем уже перебирать. Оставлять что-то, оставлять что-то. Укидывать. Сирень у нас еще молоденькая. Она еще растет. Вот она наша красивая Эпидиана. Клематис наш красивый. Он так шикарно цветет. Такой шикарный пель. Чубушник у нас тоже есть. Он еще молоденький у нас. Лопчатка у нас есть. Она еще молодая. Капсис у меня растет. В этом году шикарно. Он разросся, но не цвел. Барбарис этот у нас есть. Вот это у меня плохо себя чувствует. Ножевая. Вот это у меня роза. Вот это вот шарп. Красавица. Есть. Крокусы, кстати, осеннецветущие. Мы посадили, но они у нас не успели зацвести. Ну, может, весной зацветут. Хотя осенью должна зацветать. Ну, ладно. Как уж есть. А тут уже свои семена. Будем заканчивать. Эта история очень долгая. Потому что семена такая вещь. С ними можно возиться весь день. И с таким удовольствием. Это, знаете, как медитация. Ты успокаиваешься, расслабляешься, от мира отвлекаешься. Вот когда вожусь с ними, я вообще ни о чем не думаю. Я даже за временем не слежу. Если кому интересно узнать, какие же всё-таки у меня здесь семена. И что мне нравится. Какие-то советы по сортам. Это можно будет посмотреть на обо всём сморозе. Там мы выставим видео, где вот эту коробочку всю просто пересортируем. Ну, а всё. Будем прощаться. Всем пока. Пока. Пока.